Реальность Не дороги, а направления. Мы же не просим, чтобы нам сделали капитальный, хотя бы вот прислали грейдер, сделали корыто, привезли нам этой крошки. Село Отрада, хоть и входит в состав Засвияжского района, состоянием улиц похвастаться не может. Правила, а не для всех. С начала 2016 года на территории Ульянской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в частности несовершеннолетних водителей, веломототранспорта. Велосипедисты, являясь полноправными участниками движения, зачастую не обременяют себя знанием ПДД. За себя и за того парня. Мы должны не то что просто победить, мы должны победить в два раза, чтобы не было обидно тем спортсменам, которые не поехали на эти игры. Спортсмены постараются, россияне поболеют. Городские дороги названы приоритетным направлением работы Ульяновской городминистрации на этот год. Включая не только основные улицы областного центра, но и самые отдаленные поселки в черте ульяновской городской агломерации. Так в селе Отрада, что относится к Засвияжскому району, в эти дни активно обновляют асфальт перед местной школой и детским садом. Однако на других улицах поселка до сих пор царит настоящий 19 век, о чем сообщили в редакцию нашего канала местные жители. Тему продолжит Евгений Луковкин. У этого села, как и у многих других, нет четко дифференцированного центра, поэтому условно за таковую можно принять небольшую площадь перед средней школой. Именно здесь есть и асфальтированные дороги, причем за их состоянием следят даже несмотря на то, что находится Отрада в 20 километрах от собственно Ульяновска. Практически на отшибе городской агломерации. Подновить старый слой, сделать парковочный карман, информация о намерениях, воплощаемых в жизнь, есть на сайте городской администрации. И как видно, в этом вопросе слова с делами не расходятся. Однако местные жители связывают активность дорожников с предстоящими сентябрьскими событиями. И недоумевают, почему остальным улицам поселка не достается такого пристального внимания. Пора выборов, начинаются отчеты о проделанной работе, которую провели в пригородной зоне села Отрада. Начинается улица Мира, начинаются улицы все прилегающие, на которых и так был асфальт, но его просто уложили там, подровняли. А периферию, вот я говорю, вот эти вот, посмотрите, дороги, как будто здесь люди не живут. С другой стороны, социальные обязательства администрация выполняет. Все-таки повышенное внимание к состоянию подъездных путей к детским учреждениям налицо. Свежий и ровный асфальт будет здесь к началу учебного года. Тем не менее, жители домов по улице Труда просят вовсе не применения нанотехнологий. Хоть какой-то дорожный материал, кроме грязи и пыли. Мы попросили администрацию выделить нам крошку, то есть она нам отвечает, что крошки нету асфальтной. Ну, не просим, чтобы нам новый асфальт положили, мы же просили крошку, говорит, нету. Приведем вам, говорит, рейдер, говорит, а он проравняет вот нам всю дорогу, вот так проравняет. То есть нас это не устраивает, после дождя тут вот клевают, я с коляской, то есть я многодетная мама, у меня пятеро детей. То есть я не смогу пройти. Мария Каштанкина в свое время сама была народным депутатом и не считает организацию отсыпки дороги сверхтрудной задачей. Тем более, что трудозатраты готовы взять на себя сами жители. Сегодня здесь разбитые колеи, кое-как заплатанные подручными средствами. Мы же не просим, чтобы нам сделали капитальный, хотя бы вот прислали грейдер, сделали корыто, привезли нам этой крошки. Неужели у нас в области нет шебенки? Привезли шебенки, мы сами разровняем. Все выйдут, все выйдут с лопатами, все разровняем. Но здесь же скоро вот осень, мы вот так вот будем тонуть. Но даже летом улица приносит неудобства. Бригада скорой помощи не рискует заезжать на улицы Труда, предпочитая останавливаться на более-менее ровной дороге. Плюс вечером и ночью в этой части поселка царит мрак. Несмотря на проведенное по отраде электричество, найти средства на уличные плафоны и фонари, судя по всему, не представляется возможным. У нас вот прямо просьба большая, ну, ну, изыскать какие-то средства или как-то сделать так, чтобы вот этот кусочек обязательно сделать, привести в нормальный вид. Вот это вот кусочек вот этой улицы. Фонарь, вот один столб и один фонарь повесить, и то вот это нашу улицу хорошо осветит всю, всю, да, один фонарь. Неужели это так трудно уж это вот сделать? Из года в год у ульяновцев возникает множество вопросов к качеству дорожного полотна, как на автомобильных дорогах, так и на внутриквартальных. Депутаты Ульяновской городской думы обращение горожан без внимания не оставили. Сегодня на внеочередном заседании все внимание было уделено только одному вопросу – ремонту дорог. Ремонт дорог – этот вопрос из года в год вызывает вокруг себя множество споров. Вроде бы подрядчик асфальт и уложил. Только меньше, чем через год, ровно на этом же месте, вновь образуются пресловутые ямы. В 2016-м городские власти к ремонту дорожного полотна подошли основательно. Площадь с новым асфальтом по сравнению с 2015-м по плану увеличилась более чем на 200 тысяч квадратных метров. В 2015-м году почти двухкратное увеличение выполненных работ по итогам 7 месяцев. Так, если в 2015-м году за 7 месяцев было выполнено ремонт на площади порядка 78 тысяч, а всего по 2015-му году было 144, то за 7 месяцев 2016-го года уже выполнено 150 тысяч квадратных метров. Однако депутаты отметили, что при непосредственном осмотре территории округов и при встречах с жителями полученная информация отличается от представленной на заседании. По ряду объектов во всех районах города имеются замечания по качеству укладки асфальтового покрытия. Не везде установлены бордюры. На сегодняшний день есть серьезные замечания к культуре производства работ и значительное отставание в сроках. При этом область исправно финансирует ремонт городских магистралей. Только этот самый ремонт требует более пристального внимания со стороны исполнительной власти. То старый асфальт срежут лишь на пару сантиметров, то другими нормативами пренебрегают. Конечно, ситуацию можно исправить, и мы ее, конечно же, поправим. Вы понимаете, вот учитывая мнение людей, обращение людей, и я думаю, что вы были свидетелями всеми теми возмущениями губернатора Сергея Ивановича Морозова. Сергей Иванович Морозов и правительство Ульяновской области не менее возмущены, потому что более 100 миллионов рублей сегодня отправлено в город на проведение вот этих вот ремонтных работ. Но, к сожалению, они сегодня осваиваются не совсем так, как должно быть, а качественно, в сроке. И этот вопрос сегодня 3 августа. У нас есть время, конечно, поправить. Предшествовала началу ремонта дорожного полотна долгая и кропотливая работа депутатов с жителями на местах. Представители городской власти собрали множество обращений от ульяновцев с просьбами о замене асфальта на той или иной территории. Вот только получается, что исполнители к решению поставленных депутатами задач подошли спустя рукава. Была проведена очень огромная, колоссальная работа. И каждый депутат по своему избирательному округу собрал все наказы каждого избирателя. Проехал и объехал каждый двор, каждый дом, каждый тротуар. На сегодняшний день по своему округу я хочу сказать следующее. По всем 32 объектам, которые были переданы для работы, не приняты. Добиться положительного результата можно исключительно после того, как все ответственные лица ответственно подойдут к исполнению своих должностных обязанностей. Так, впервые за долгое время на заседании городской думы депутаты приняли довольно резкое решение по освобождению от занимаемой должности первого заместителя главы городской администрации Артура Чеботарева. В любом случае прекращать ремонт городских дорог муниципалитет не собирается. Напротив, уже к началу учебного года в планах завершить работы по укладке асфальта почти к сотне социальных объектов областного центра. В первую очередь к школам. Автомагистрали Ульяновска получат новое лицо уже в сентябре этого года. 2 августа в Засвияжском районе Ульяновска возле торгового центра «Вертикаль» мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Как сообщает ГИБДД, водитель Деунексии не успел затормозить, когда перед капотом его машины на проезжую часть выбежал человек. Причем последнему до пешеходного перехода оставалось пройти несколько десятков метров. В результате ДТП 42-летний мужчина госпитализирован. Другая авария, в которой также пострадали пешеходы, произошла несколькими часами ранее в Заволжье на проспекте Созидателей. Водитель машины ВАЗ-2115 совершил столкновение с машиной в улице водной посадки, после чего не справился с управлением, совершил наезд на стоящих на тротуаре пешеходов. Мы почувствовали удар, машина ушла влево, водитель ВАЗ-2115 не остановился, начал набирать скорость. В результате ДТП пострадали три пешехода. Одному мужчине 40 лет, двум другим по 44 года. Один из них находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Двое других с переломами отправлены в ЦГБ. Владимир Гаврилов, репортер 73. Велосипедисты – полноправные участники дорожного движения. А это значит, что они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков. Любителей с ветерком пронестись мимо пробки на двухколесном, экологически чистом виде транспорта с каждым годом становится все больше. Только вот правила дорожного движения остаются для большинства из них непрочитанной книгой. Сегодня сотрудники госавтоинспекции уделяют серьезное внимание именно профилактике нарушений правил дорожного движения, что в свою очередь позволяет снизить аварийность на городских улицах. При отсутствии специализированных велодорожек велосипедисты передвигаются по обычным улицам или тротуарам, при этом игнорируя многие правила. Мы проводим акцию о информировании велосипедистов о правилах дорожного движения и о необходимости успешивания на земле. Это основной вид нарушений у нас среди велосипедистов в городе Ульяновске. И очень чревато подобные действия на проезжей части именно для велосипедистов, как они отменее защищены. Часто получается так, что водитель автомобиля может не пропустить велосипедиста, проезжающего по зебре, на что водители двухколесного транспорта обижаются и в очередной раз начинают говорить, что, мол, их не уважают на дорогах, всячески зажимают и не позволяют спокойно передвигаться по улицам. В этом случае необходимо перечитать ПДД и сделать для себя определенные выводы. Отдельная тема – безопасность юных велосипедистов. С начала 2016 года на территории Ульянской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей вело-мототранспорта, в которых один ребенок погиб и 8 получили травму. Для того, чтобы этого не произошло, дети с самого раннего возраста должны знать и соблюдать правила дорожного движения. В первую очередь помочь им в этом должны родители. Стараемся с семьей выбираться как можно чаще на велосипедах, катаемся по велодорожке. Мы живем на севере города, инфраструктура позволяет, возле политеха есть живописные места, очень часто бываем по вечерам после работы. Обязательно изучаем правила дорожного движения в части, касающиеся велосипедов. Это очень важный акцент ставим и в теории, и на практике, это переход пешеходных переходов. Всегда спешиваемся, всегда я им объясняю, почему это важно делать. Всегда они это соблюдают, это очень здорово. Мы с братом всегда, когда катаемся на роликах или на велосипедах, мы всегда одеваем защиту. Защиту нужно всегда одевать, даже около дома. Потому что может выехать машина или человек выбежит. Можно самому даже заговориться и получить какую-то травму. А со шлемом защитного травма будет меньше, либо ее вообще не будет. Владимир Гаврилов, репортер 73. ГИБДД России запретило инспекторам использовать ручные радары для выявления нарушения правил дорожного движения в ряде регионов. Об этом газете «Коммерсант» рассказали в управлениях ГАИ Самарской и Ростовской областей. В Краснодарском крае на этот счет было выпущено распоряжение замначальника УМВД Юрия Кузнецова, где уточняется, запрету подлежат все приборы, данные из которых можно стереть вручную. Нарушение запрета в крайнем варианте будет караться увольнением. Издание отмечает, что Юрий Кузнецов принял решение, опираясь на указания главы МВД России Владимира Колокольцева о мерах по профилактике и пресечению коррупционных преступлений среди личного состава подразделений госавтоинспекции. И еще о коррупции. В число самых коррумпированных регионов России вошли Курская и Астраханская области, а также Республика Удмуртия. Здесь зафиксировано наибольшее количество преступлений, связанных со взятками, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Генпрокуратуры России, в котором подводятся итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии 2016 года. А теперь коротко о событиях из жизни страны и нашего региона. Большинство наших сограждан, 66%, считают, что власти России смогут защитить население от новых террористических актов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ЦИОМ и опубликованного на сайте организации. При этом 60% респондентов считают, что события, схожие с июльским терактом в Ницце, могут произойти и у нас, а каждый третий опрошенный отрицает возможность повторения подобного инцидента на территории России. Высокий уровень тревожности соотечественников, основе которого лежит страх стать жертвой террористических актов, определяется информационной картиной последних месяцев, прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов в ЦИОМ Михаил Мамонов. Отсутствие негативной динамики, несмотря на постоянно увеличивающееся количество сообщений о терактах в разных странах, определяется уверенностью большинства наших сограждан в способности силовых органов защитить россиян. Это косвенная оценка их деятельности. Она является наиболее важной и определяется не столько информационной картиной, сколько повседневным опытом. В образовательных учреждениях Ульяновской области продолжается подготовка к новому учебному году. Например, в Кузоватовском районе 7 из 17 школ уже готовы к приему учащихся. Качество проведенных работ в образовательных учреждениях проверяет специальная приемная комиссия, в состав которой входят специалисты различных профильных управлений и ведомств. Они инспектируют состояние котелин и количество заготовленных дров, осматривают территории учебных заведений и пришкольных участков на предмет благоустройства, проверяют школьные кабинеты и служебные помещения, пищеблоки и столовые. Отремонтированы системы пожарной сигнализации и вывода сигналов на пульт регионального управления МЧС. Приобретены первичные средства пожаротушения. А в средней школе номер один рабочего поселка Кузоватого планируется создание автогородка, реконструкция беговой дорожки школьного стадиона и установка новой хоккейной коробки. Вся Россия в одном подъезде. В Димитровграде в обычном жилом доме можно совершить виртуальное путешествие из Москвы во Владивосток через город Атомщиков. Как сообщили наши коллеги из телекомпании ДимТВ, преображением подъезда занимаются ребята из арт-отряда лицея номер 25. И этим проектом юные художники представляют Димитровград на областном конкурсе архитектурно-художественного оформления подъездов многоквартирных домов. Мы участвуем в конкурсе «Краски жизни» своим трудовым отрядом арт. Оформляем интерьер подъезда по теме «Россия – Родина моя». Я рисую снежного барса, потому что это символ Казани, один из символов Казани. Я рисую каждого животного на этажах. Оформители уже нарисовали символы Улан-Удэ, Ижевска и Челябинска. А Седому Уралу отдельно посвятили стройке стихотворения. Не забыли и про наш край. Димитровград представляет Крывический музей и герб города. Оформлять этот подъезд ребята будут до конца этой недели. История происхождения фарфора насчитывает более трех тысяч лет. Изобрели этот материал в Китае, и его состав долгое время хранился в секрете. В России первая порцелиновая мануфактура была основана в 1744 году в Санкт-Петербурге. Для разработки состава фарфора дочь Петра, Елизавета, приглашала иностранных специалистов. Но способ получения твердого фарфора из отечественных материалов, который практикуется до сих пор, был открыт Дмитрием Ивановичем Виноградовым. Русский фарфор тесно связан и с именем Матвея Кузнецова. Крупный предприниматель того времени объединил множество заводов в одну сеть, чем прославился на всю страну. В Музее архитектуры и градостроительства открылась выставка «Узоры на фарфоре», которая открывает тайны кузнецовской мануфактуры и представляет редкие экспонаты из фондов Музея-заповедника. Конец 19-го, начало 20-го века, время рассвета русского фарфора. Как только стал известен состав белого золота, а именно так называли фарфор, в России стали появляться небольшие частные заводы по его производству. Большая часть располагалась в Московской области. Там и было положено начало крупнейшей в России монополии – товариществу производства фарфоровых и фаянцевых изделий Матвея Сидоровича Кузнецова. Основной идеей является то, что до этого фарфор был очень дорогим, и использовать его могли только императоры и цари. И благодаря именно товариществу производства фарфоровых и фаянцевых изделий Кузнецова фарфор становится доступным и приходит в массы. И несмотря на то, что Кузнецовы делают его дешевым и доступным, качество, тем не менее, сохраняется. Высокое качество Кузнецова, которое на различных выставках и выставках отмечали всегда. Для выставки узоры на фарфоре из фондов музея-заповедника имени Ленина отобрано более 30 предметов – изделий из фарфора и фаянца, выполненных известной кузнецовской мануфактурой. Некоторые экспонаты выставляются впервые, например, необычные подсвечники на тему карточных игр, кувшин в виде пучка аспаржи или туалетные коробочки для мелких ювелирных украшений. Все изделия выполнены в характерном для того времени стиле – изогнутые формы, цветочные мотивы и орнаменты, а также неяркие цвета. Естественно, это не может не поражать, не трогать, эта красота. К тому же у меня от бабушки храню несколько тарелок, и вот кувшинчики, которые показали разливать молоко, у меня стоят на кухне. Так что, вы знаете, я с удовольствием пришла и смотрю. И тем более, вот несколько посудок у меня, и именно теперь я знаю, кто автор. Сегодня фарфор более распространен и доступен, но предметы прошлых веков по-прежнему остаются ценными и привлекают коллекционеров. В этом антикварном магазине фарфору отведена целая стена. Есть фигурки не очень дорогие, а есть действительно уникальные вещи. Например, бюст жены императора Николая II Александры Федоровны. Или вот эта редкая фигурка, изготовленная Дулевским фарфоровым заводом, который, кстати, до 1918 года входил в состав Кузнецовского товарищества. Очень редкая фигурка у нас – это Дулевская фигурка 1958 года. Ее называют «Телефонный разговор» или «Будка», или еще «Стиляги». Ну, то есть в разных каталогах она как бы по-разному называется, но смысл один. Фигурка достаточно редкая и дорогая. Каталожная цена этой фигурки – 10 тысяч долларов. На аукционе вот в 2013 году она была продана за 20 тысяч долларов. Ну, то есть это такая фигурка, которая не часто встречается. В прошлых веках изделия из фарфора выпускались в ограниченных количествах, а потому каждая фигурка, будь она антиквариатом в магазине или музейным экспонатом – это целая история. Екатерина Мазуря, Константин Никитин, Олег Тоньшин, репортер 73. Делегация России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро определилась с кандидатурой знаменосца на церемонии открытия. Почетное право пронести флаг России на стадионе Маракана получил волейболист Сергей Тетюхин. Это один из опытнейших спортсменов среди российских олимпийцев. Для 40-летнего волейболиста нынешняя Олимпиада станет шестой в карьере. Дебют его на Олимпийских играх состоялся еще в Атланте 96-го года. Церемония открытия 31-х летних игр пройдет 5 августа. Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, и вторые в Латинской после Олимпийских игр 86-го года в Мехико. На Олимпиаде разыгрывается рекордное количество комплектов медалей – 306, и ожидается участие рекордного числа стран – 207. В том числе впервые на игры приедут Косово и Южный Судан. Защищать честь нашей Родины отправятся около 280 спортсменов. Напомним, команды по легкой и тяжелой атлетике от соревнований отстранены, а кандидатуры нескольких спортсменов еще находятся на обсуждении Международного Олимпийского комитета. Тем временем россияне, а в частности и ульяновцы, ждут начала игр и верят в победу нашей сборной. Ну, смотреть, не знаю, по мере возможности, сколько будет времени. Я путешествую, поэтому у меня не особо нет времени даже новости посмотреть. Вот сегодня с утра узнала, кого-то допускает, кого-то не допускает. Но в целом, конечно, буду болеть за нашу сборную. Желаю им успехов и удачи во всем. Очень обидно, что многих наших спортсменов не допустили, потому что я сам занимаюсь легкой атлетикой уже не первый год. Ну, конечно, уже не так будет интересно смотреть. Ну, да. Ну, в этом политика вся заключается. И тут я не могу ничего сказать. Олимпиаду? Время. Вряд ли, знаете, работы слишком много, да и смысла. Ну, потому что с этими своими скандалами половина не едет, вторая половина непонятная. Не совсем понимаю, политики и так хватает в нашей жизни. Как думаете, какие шансы у наших команд? Ну, есть, конечно, шансы. А сейчас, тем более, нужно обязательно выиграть. После такого все сами сделали. Патриотизм самое главное. Вперед, Россия. Какой вид спорта любите? Всех. Всех. За Россию, конечно. Как думаете, победим? Победим. Должен победить. Надо доказать миру, что Россия есть Россия. Я думаю, в борьбе. У нас очень сильная. Да. Борьба, плавание. Ну, в легкой атлетике тоже у нас есть возможность. А их допустили? Отличиться. Ну, я сейчас не знаю. Их не допустили? Не знаю. Ну, все, значит, никаких нам побед. Почему? В борьбе, я думаю, наши все-таки одержат. Думаю, шансы у нас побольше. Боятся наши. Нравится мне плавание, синхронное плавание. Нравится, как наши девушки выступают. Но вот обидно, не знаю, будут они у нас выступать или нет. Поэтому это, мне кажется, дело чести каждого гражданина России. Смотреть, переживать и желать победы своим спортсменам. Это наша удача должна быть. Все будет хорошо. Правда, свое место найдет в жизни. И наши сильнее всех. Потому что Россия, она не просто сильная, она сильная духом. И правда восторжествует. И те, кто был неправильно по отношению к нашим спортсменам, он поймет, что он был неправ. Я думаю, что мы выиграем. Обязательно победим. Я очень сильно болею. За всех. Я всех обожаю спортсменов. Я думаю, что все будет хорошо. Они у нас, конечно, победят. Покажут, что лучше всех. Мы должны не то, что просто победить. Мы должны победить в два раза. Чтобы не было обидно тем спортсменам, которые не поехали на эти игры. Так что мы должны забрать все золото. Читайте в свежем номере аргументов и фактов в Ульяновске. Садоводам обещали компенсировать их расходы. В текущем году поддержка СНТ определена в размере 26 миллионов рублей. А каковы нужды садоводов? Как они добираются на участки? Для чего стараются? Для души или живота? На второй полосе читайте материал «Сколько стоит похоронить?». В списке услуг, которые бизнес предоставляет клиентам, есть такие, от которых люди не откажутся никогда. Ритуальные. Конечно, чтобы достойно проводить в последний путь близких, человек порой готов отдать последнее. Кому горе и слезы, а кому деньги и барыши? Разбирался корреспондент АИФ. Почему управляющая компания отменила дворника, но продолжает собирать плату за его услуги? Гость номера – архивист Антон Шабалкин. В Ульяновске широко известен как популяризатор архивных материалов. Говорим с ним о жемчужинах, которые можно откопать в груди документов и как краеведческую информацию можно использовать в градостроительной политике. На полосе «Ваше здоровье» читайте о том, как вести себя, если укусила гадюка. А также по традиции на 8 и 9 полосах ищите программу телеканала «Репортер 73» на предстоящую неделю. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены – все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. А самое главное – посетить «Буревестник» каждый желающий может в любое время года. Проведи свое спортивное лето вместе с «Буревестником». На базе комплекса открылся новый фитнес-зал, где под руководством опытных тренеров добиться желаемой фигуры получится в самые сжатые сроки. Также «Буревестник» предлагает посетителям акции на выгодных условиях. В настоящий момент действуют акции. Кто возьмет абонемент на 2 месяца, получит 5 сеансов массажа до конца года бесплатно. Телефон для справок – 4402-85. «Буревестник». Быть первым – быть лучшим. И в завершении выпуска важная информация от Центра занятости населения. В августе-сентябре этого года состоится третий трудовой форум «Достойный труд и социальная ответственность. Залог развития региона». Основными целями которого станут продвижение идеологии достойного труда, повышение социальной ответственности работодателей Ульяновской области и повышение престижа человека труда. В рамках форума будут проведены недели трудовой славы, направленные на чествование людей труда и социально ответственных работодателей муниципальных образований, включающий День работодателей, День трудовой славы муниципального образования, День социального партнерства в муниципальном образовании, День молодежи, День охраны труда и День подведения итогов. Лучшие люди труда от каждого муниципального образования примут участие в областном этапе форума, который состоится 13 сентября в Ленинском мемориале. А теперь важная информация от Репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 304173. Здесь есть все. От рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 304173 и вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите. Тройное W.репортер73.тв. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова